Здравствуйте! Мы сейчас находимся на берегу Волги. Открылось первое судоходство. Сегодня 30 апреля. И хочу вам представить обзор на лодку Варвар 380 Тайм Триал. Вот сама лодка. Брал ее в стандартной комплектации. Что по ней могу сказать? Вначале у меня даже было сомнение, что у нее есть какая-то такая большая грузоподъемность, что она сможет двух человек взять. Ходил на два сплава уже и в принципе соответствует тому, что заявлено. Брал я с одним сидением. Вот оно удобное. Вот здесь вот такой упор для поясницы сделать. Вот в целом, что хочу сказать. Второе сидение, когда мы ехали уже с товарищем, импровизировано. Было импровизировано мной. Надувная подушка у нас была и пенка, которая была закреплена как упор для спинки. Потом дальше на втором сплаве, на котором мы были, воды было немного мало. Не рассчитывали. Поэтому такой очень шкуродерный сплав получился. Давай мы сейчас покажем. Сейчас вот, что у нас было. В целом, дно у нас часто-часто касалось камней различных. и вот из всего, что я помню, был какой-то звук очень такой неприятный. И я немножко подрал лодку. Сейчас покажу. Где? Помнишь, Гриш, где место такое? Ну, в целом, я могу сказать, что допустимо. То есть, такие вот, какие-то небольшие, ну, так вот, шар, обшасывало об какие-то камни, но... Даже не видно, где. Да, не видно даже, где. Ну, в целом, был один неприятный звук и такая полоса у нас. Ну, в принципе, в целом, состояние дна очень даже хорошее. Ну, да. С учетом того, какие испытания оно прошло. Ну, да. В целом, можно сказать, что лодка показала себя нормально. Вот она, да? Да, да, да. Вот. Я помню этот неприятный звук и вот эта вот царапина прошла у нас по дну. С таким вот звуком. Вот. Практически ерунда. Ничего, серьезно? Ну, да. Вот. В целом, что еще хочется сказать по поводу лодки? При покупке лодки столкнусь к следующему. У нас есть насос, который был приобретен мной не в компании Time Trials, а просто в магазине. И сам вот клапан, который вот резиновый, он был немножко толстый и немножко плотность другая резины. Я не мог нормально накачать лодку. об этом, кстати, писали другие блогеры с YouTube. Ну, что сделал я в этом случае? Какое было решение? Вот здесь вот вот у этого закрывающегося клапана есть вот такая резиночка. Вот. Ее можно снять, надеть на насос. Это несложно все делается. И накачать. Ну, в общем, как-то так. И, в принципе, таким способом я и накачиваю лодку и каждый раз вот вынимаю. Потому что, ну, почему-то вот, видимо, не совпадает вот эта резинка. Но, возможно, у некоторых людей может тоже такая же проблема возникла. Дальше, чтобы скачать лодку, вот на самом насосе есть клапан, другой вход. То есть, можно на выкачку. То есть, выкачать до конца, как вот, ну, чтобы вот прям лодка скукожилась и тогда ее можно будет сложить. Эффект вакуума. Ну, да, эффект вакуума. И, в целом, лодка накачивается в течение 10 минут. А собрать лодку, конечно, посложнее. Может быть, минут 20-30, потому что пока ее там нужно будет немножко посушить и плюс еще сложить правильно вот с этим немножко с лодкой. Вот. Что еще хочется сказать? Есть еще парусность в этой лодке. Парусность это вот, ну, когда вот на воде, на ветру немножко с курса сбивает, может, даже немножко как-то вот в разные стороны относит лодку. Ну, это скорее проблема у всех надувных лодок. А так, доволен покупкой. ходите в походы, водные походы в Карелию, по морям, озерам. И всем вам удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Вот как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok